Ну что ж, давайте начнем. Меня зовут Андрей Ренцеев. Я продукт-менеджер в компании IP-MATICA по направлению VT. И сегодня я расскажу о новых гарнитурах, и не только о гарнитурах, вообще о новых продуктах, о расширении линейки и моем опыте тестирования разных решений от разных производителей и реализации интересных проектов. Слушайте внимательно, так как в конце будет небольшой квиз, который позволит нам понять, насколько презентация прошла эффективно. Ну и победителю квиза мы вручим вот эту новую замечательную гарнитуру VT 5000D USB. Ну, давайте сначала несколько слов о бренде. Компания VT, Webbed Electronics, владелец бренда VT, была основана в далеком 2005 году. Это была изначально фабрика в городе Симынь в Китае, которая специализировалась на контрактной сборке для ведущих брендов мировых, таких как Авая, Сном, немножечко для Ялинг они собирали гарнитуры. В общем, первоначально фабрика специализировалась на ОЕМ. Но где-то 10 лет назад компания решила развивать свой бренд, свою продукцию и открыла свой центр R&D. И сейчас больше 90% производимой продукции идет именно под своим собственным брендом VT. И вы видите, например, на данный момент более 20% прибыли инвестируется в разработку новых продуктов. Вы видите слева специальный прибор искусственное ухо, специальный динамометр, который тестирует, насколько хорошо, плотно и удобно, комфортно прилегает гарнитура к уху. Дело в том, что компания VT очень много внимания уделяет именно комфортному ношению. Не секрет, что в колл-центрах операторы проводят в гарнитуре часто целый день, 8 часов. И очень важно, чтобы эта гарнитура удобно сидела, чтобы она хорошо прилегала к ушам, не давила, не передавливала, но при этом, чтобы она не сваливалась. И в этом плане VT достиг больших успехов. Ну а справа на фоне вы видите специальную установку, которая тестирует АЧХ и позволяет разрабатывать новые продукты с хорошим звуком, кристальным, ярким, чистым звуком. В последнее время тоже уделяется очень большое внимание. Ну, что важно, я говорил, что изначально VT это фабрика. У компании собственное производство. Фабрика способна производить до 300 тысяч гарнитур в месяц, либо 5000 различных аксессуаров, кабелей переходников, запасных амбишур и так далее. Производство сертифицировано по ISO 9001. Вся продукция на выходе с конвейера проходит обязательное тестирование. Вот вы видите справа такой специальный прибор, который проверяет сразу и динамик, и микрофон у гарнитуры и снимает характеристику АЧХ. Ну, по факту мы добились очень хороших успехов. Мы даем на большинство продукции VT 2 года гарантии, и в гарантийный период у нас меньше 1% отказов. Я бы сказал, мы в прошлом году точно измеряли 0,65% отказов. Но на самом деле статистика, она такая. Надо понимать, что не всегда, если клиент купил самую дешевую гарнитуру, не всегда он ее понесет в ремонт. Иногда проще просто купить новую. А также надо понимать, что не признается гарантийным случаем, если гарнитура имеет механические повреждения. Если у нее оторвали провод, оторвали микрофон, завязали ее в узел, наступили, треснул корпус и так далее. Сейчас, в данный момент, мы сотрудничаем с сетью сервисных центров по всей России. То есть неисправные изделия можно отнести в ремонт. Ну, чаще всего это замена. Иногда это какой-то простой ремонт. Если там нужно провод, например, подпаять. И вы можете отремонтировать быстро и комфортно не только в нашем сервисном центре, но и в большом количестве сервисных центров по всей России. Подробно карту сервисных центров можно посмотреть на сайте ipmatica.ru. За 7 лет сотрудничества с компанией VT, мы, кстати, ipmatica, эксклюзивный дистрибутор VT на территории России и стран СНГ. Под странами СНГ, я понимаю, прежде всего, страны таможенного союза, это Белоруссия и Казахстан, мы успешно реализовали более 200 ярких, красивых, интересных проектов. Наши гарнитуры используются в Аэрофлоте, в Ингострахе, в X5 Retail Group, в сети Magnet, Thunder Magnet. Вот, например, в прошлом году, в прошлом мае, мы поставили большую партию 2000 гарнитур для скорой помощи Москвы. То есть, например, если вы сейчас, если вы москвич, и если вы звоните вызывать скорую помощь, скорее всего, с вами будет разговаривать оператор в гарнитуре VT. Ну, собственно, давайте перейдем к продукции. 80% продаж – это продажи в колл-центр. Ну, то есть, основные потребители наших гарнитур – это колл-центр. И здесь мы еще в прошлом году, ну и много лет назад, предлагали три линейки основных. VT1000 – Best Price, VT5000 – средней ценовой категории и VT6200 – ну и как бы топовые гарнитуры для колл-центра. Но в 2024 году нас ждут изменения. Во-первых, уходит с рынка VT1000 версии USB. Но зато расширяется ассортимент VT5000. Теперь будут и QD, и USB. Ну и также уходит с рынка VT6200 USB. Давайте об этих изменениях поговорим подробнее. Чем нам заменить нашу популярную VT1000 серию? В какой-то момент мы поняли, что именно версия, которая RG9, которая подключается к телефону напрямую, у нас неплохо продается. Ее часто покупают как дополнение, как комплект – телефон плюс гарнитура. Но при этом от USB версии наши клиенты хотят немножко больше. Они хотят хорошего звука, они хотят не только подключать ее к телефону, но и слушать музыку, смотреть обучающие фильмы. И здесь VT1000, она, к сожалению, использует маленького размера динамики, 2 см, использует недорогой бюджетный звуковой процессор, и хорошего качества звука вы на ней не получите. Ну, мы так и пишем – узкополосный звук. Но сейчас наши клиенты хотят больше. Поэтому мы выпустили на рынок новую модель VT5000 USB. Давайте про нее расскажу подробнее. Она, во-первых, заменит VT1000. Данная гарнитура сделана из качественных компонентов, из хорошего пластика, и на нее мы спокойно даем гарантию 2 года. На VT1000 мы давали только 1 год. У данной гарнитуры уже хороший, профессиональный звуковой процессор современного поколения, который фильтрует до 80% шумов. Она построена по схеме 1 микрофон, но при этом она дает очень неплохое шумоподавление. И при этом у нее также очень удобный пульт, такой же, как у VT6200, более старшей модели. Привычные кнопочки плюс, минус. Выключить микрофон, снять трубку. Так что я считаю, что эта модель должна быть бестселлером, просто потому что она предлагает высокое качество звука, хорошую наработку на отказ, качество компонентов по бюджетной цене. Понятно, что это гарнитура бюджетная, и понятно, что она поставляется с поролоновыми амбишурами, потому что это показывает, что мы хотим предоставить нашим клиентам данную модель там, где нужна хорошая цена. Если нам нужно выиграть в тендере, и конкуренты, какой-то известный большой бренд на буковку L, или большой крупный бренд на буковку A, то серия 5000 их обыграет в этом тендере. Она предложит больше качества по доступной цене. Но смотрите, что же теперь будет у нас с нашей серией VT6200 USB. Это наш бестселлер. Много лет данная модель, просто реально, мы не одну тысячу этих гарнитур продали, поставили в разные колл-центры, и их очень любят наши клиенты. У нас есть много успешных тестовых протоколов, и клиенты по-прежнему ее хотят. Но мы постепенно, медленно, не торопясь, ее выводим из оборота. Вот, например, сейчас в марте к нам поступает последняя партия 2000 штук. Но я думаю, что это, наверное, не совсем последняя. Возможно, у нас еще будут до поставки, потому что есть клиенты, есть проекты, которые не хотят ничего видеть другое, хотят видеть именно 6200. И почему они ее так любят? Потому что, во-первых, в этой гарнитуре очень неплохой, удобный конструктив. У нее хорошая наработка на отказ, она долго бегает, она бегает не одну сотню часов непрерывной работы. Во-вторых, у нее используется очень неплохой, правда, старый звуковой процессор C-Media CM65C3, который используется еще в профессиональной звукозаписывающей аппаратуре. Он может выдавать очень хороший звук, на ней даже неплохо музыку можно слушать. Но вот, к сожалению, шумоподавления микрофона активного в этой модели нет. Все шумоподавление строится на том, что используется направленная штанга микрофона. То есть, если вы говорите, и рядом с вами громко кричит, разговаривает ваш коллега, то частично звук от разговора вашего коллеги будет попадать. И это главный ее недостаток. Но, однако, все равно ее очень любят, и постоянно у нас запрашивают, покупают, и за ними очередь. Но постепенно мы эту модель выводим, и замены будут две. В проекты, где нужна Best Price, где нужна хорошая цена, мы предлагаем 5000-ю серию. 5000-я серия построена на более современном процессоре ATS, и данная гарнитура, она очень неплохо фильтрует до 80% шумов. По качеству звука она где-то сопоставима с 6200. Но при этом чуть-чуть у нее подешевле материалы, чуть-чуть попроще, комплектация, поролоновые амбишуры. Ну, то есть, там, где нужно хорошую цену предложить заказчику. С другой стороны, если у заказчика все хорошо с финансами, и ему нужно что-то получше, то мы предлагаем серию 6300, ревизия 2. И давайте про нее я расскажу подробнее. Вот эта гарнитура, вот с такими вот замечательными, красивыми красными вставками в амбишуры, если, конечно, видно, главная ее фишка в том, что у нее система из двух микрофонов. И современный цифровой процессор фирмы JAT, который умеет обрабатывать и фильтровать до 99% посторонних шумов. Корпус у нее аналогичный корпусу популярной 6200. Ну, вот, чтобы она отличалась визуально, сюда поставили красные вставки в амбишуры. Так она вот внешне, в остальном, выглядит точно так же, как и 6200. Но современный процессор, и она очень хорошо фильтрует все посторонние шумы до 99%. Сейчас очень много вышло на наш рынок бюджетных китайских производителей, у которых заявлено два системы из двух микрофонов. Но при этом у них в их структуре, в их схеме используется аналоговый сумматор. Это означает, что сначала сигналы от микрофонов приходят на аналоговый сумматор, операционный усилитель, а потом подаются уже на вход дешевого звукового процессора. По факту, да, два микрофона, да, по факту шумоподавление какое-то у этой гарнитуры есть, но она по уровню подавления шумов примерно 80% может подавить. Она примерно на уровне нашей современной 5000-й серии умеет давить шумы, которые с одним микрофоном. При этом есть такой интересный нюанс, что со временем микрофоны деградируют. Ну, деградируют, у них падает уровень громкости, уровень сигнала. Но не сильно, и это все предусмотрено и компенсируется звуковым процессором. Но если у нас используется аналоговый сумматор, то есть дешевая схема, то часто возникает такая ситуация, что микрофоны, у них уровень сигнала падает неравномерно. И, например, вы, может быть, такое встречали в Zoom, в Skype, в онлайн-собраниях, когда кто-то говорит, и его звук, голос от него как будто из бочки слышно. Но при этом слышно, как шумит вентилятор, как скрипит стул, как звон бокалов и так далее. То есть все посторонние шумы усиливаются, а главный сигнал слышно как из бочки. Вот с нашей 630 такого никогда не произойдет, потому что у нее современный процессор с двумя цифровыми входами и система, которая нормализует уровень сигнала и всегда шумоподавлений на высоте. Да, эти гарнитуры есть на складе. Покупайте, берите. Есть в моноуральном исполнении, есть в стереоисполнении. Ну, стерео традиционно у нас больше покупают, чаще покупают, но кому-то удобнее моно. Вот, например, я сейчас читаю вебинар, и мне удобнее было взять моно-гарнитуру для того, чтобы слышать свой голос, например. У нас скоро появится новая премиальная гарнитура для колл-центра серии X-X140. Моноуральная версия сейчас как раз на мне, вы ее можете видеть. У этой гарнитуры используется тот же самый звуковой процессор, что и в 6300 JAT, но у нее используются премиальные материалы отделки. Оголовье, вот душка кожаная, плюс у нее больше диапазон регулировки по высоте. Данная гарнитура хорошо подойдет как людям с маленькой головой, так и людям с большой головой. То есть, тоже такой момент индивидуальный. У нее большой динамик или динамики с мягкой подушечкой. Данную гарнитуру уже потестировал наш отдел продаж. И все отзываются о ней очень хорошо, потому что она очень удобная. Она реально хорошо сидит на любой голове. Помимо этого, у нее есть две такие вот маленькие технические фишечки, ноу-хау. Первая фишечка – это то, что режим mute, когда поднят микрофон. Если вы микрофон подняете, то вас не слышно, происходит mute. Да, эта же функция продублирована и на кнопке. Можно нажать кнопку «Выключить микрофон». Но, в принципе, если вы нервничаете, забыли, где у вас кнопка находится, то вы просто подняли микрофон и происходит функция mute. Но это сейчас, этим никого сейчас не удивишь, это сейчас у многих есть, но, в принципе, удобная фишечка. Другая удобная фишечка – то, что у нее есть два режима эквализации звука, когда микрофон опущен. Гарнитура понимает, что вы участвуете в онлайн-собрании, разговариваете по телефону, общаетесь. И применена схема эквализации, где подрезаются верхние и нижние частоты для большей, лучшей разборчивости голоса. Если же вы слушаете музыку, смотрите фильмы, у вас микрофон поднят, то используется схема эквализации, где выдается максимальный high-definition звук. И на такой гарнитуре очень приятно и хорошо можно послушать музыку. Ну, знаете, для того, чтобы наше обучение было не скучным, у меня предусмотрена демонстрация, я хотел вам продемонстрировать, как работает шумоподавление. Для этого обычно мои коллеги используют шуруповерт, либо вентилятор. Но я решил пойти дальше, я сегодня принес музыкальный инструмент. Вот это вот акустическая гитара. Но вы не поверите, но она создает шума гораздо больше, чем шуруповерт или вентилятор. И я сейчас для вас пою небольшую песенку. Я, к сожалению, не профессиональный вокалист и не профессиональный гитар-плеер, поэтому как получится, так получится. Сейчас возьму аккорды. Так мы с нашими коллегами думали, что бы такое интересное спеть. И решили, что сегодня в честь наступающего 8 марта я спою песенку группы «Мумий тролль фантастика». Я включу видео для того, чтобы сделать салфачок, записать собственное видео, чтобы потом наш монтажер смонтировал, и на записи вебинара можно было понять, как звучит гитара и как звучит мой голос. Потому что гарнитура подавляет все шумы, и гитару вы, скорее всего, не услышите. Вот смотрите, я сыгораю аккорд. Ну что ж, давайте. Осталось никаких сомнений, похоже, счастлив я и не слегка. Чтобы в таком хорошем настроении и голова легка, хоть ночи коротка, все это ты, и ты не привиденье. Фантастика, фантастика, не то, что мы остаемся вместе на века, на века. Все, хватит. Я думаю, что для того, чтобы сравнить с шумоподавлением и без шумоподавления, вам хватит. Пойдемте дальше. Первый и основной рынок – это колл-центр. Рынок, наверное, номер два, куда мы продаем наши гарнитуры – это гарнитуры для удаленки. Для работы дома очень удобно использовать блютуз-гарнитуры. В офисе их плохо использовать, потому что в офисе много интерференций, много помех, много наводок, помехи от Wi-Fi. И блютуз-гарнитуры плохо работают, если в одном помещении там больше 4-5 блютуз-устройств включено одновременно. Но при этом, если вы дома, в своей квартире, в своем личном кабинете работаете, то, конечно, удобно взять блютуз-гарнитуру. Также для удаленки часто берут гарнитуры с большими динамиками, с Wi-Fi-звуком. Давайте посмотрим, что у нас изменилось в этом году. В этом году мы постепенно, медленно, не торопясь, выводим из оборота старую линейку VT9500. Данная гарнитура очень-очень популярна. Ее у нас сотнями покупают. И на складе сейчас какое-то количество этих гарнитур есть. Их еще пока можно купить. Но мы постепенно переходим на серию VT9200. Отличий тут много. Основное отличие, главное, наверное, отличие, это поддержка протокола Bluetooth 5.0. Если серия 9500 может работать максимум на 10 метров от источника звука, то VT9200 спокойно работает на 30 метров. Ну и, естественно, Bluetooth 5.0 это луч качества звука, поддержка широкополосных кодеков и, что важно, больше времени работы от батареи. То есть более экономичное использование аккумулятора. Давайте про них посмотрим подробнее. Данные гарнитуры очень удобные. У них мягкие подушечки. Вот наши коллеги, которые уже потестировали их. Они у нас есть на складе, их можно купить. Мы их еще завезли в конце прошлого года. Значит, у них очень удобные подушечки. Они весят как пушинки. Можно сказать, ничего не весят. Стерео-версия весит 72 грамма, моно-версия 52 грамма. Но при этом она очень удобная, мягкая. Регулируется оголовье в широком диапазоне размеров. У нее есть базовое шумоподавление на основе одного микрофона. Но, в принципе, оно очень неплохое. Ну и что самое главное. В серии 9200 в комплекте идет USB-донгл. То есть вы можете подключить ее легко к любому компьютеру. Даже если в этом компьютере нету Bluetooth. Ну, две версии бывают. Бывают две ситуации. Первая версия нету Bluetooth. У вас стационарный какой-то комп под столом стоит. Вторая проблема. Это бывает так, что Bluetooth есть, но пользователи не могут с ним разобраться. Потому что драйвер Bluetooth в Windows очень неудобная система. Вот создатели Windows думали, как бы сделать максимально неудобно. И у них это получилось. Здесь же вы включаете USB-донгл. Он определяется как звуковая карта. И дальше ваша гарнитура с ним спаривается. И все. Вы можете разговаривать, участвовать в онлайн-собраниях, слушать музыку и так далее. В общем, 9200 – это реально наш будущий бестселлер. Обратите на нее внимание. Данная гарнитура обладает очень хорошими характеристиками. Качество, удобство, легкость, комфорт, ношение. И цена интересная. Плюс наличие штанги микрофона. И самое главное – донгл в комплекте. Ну, если мы говорим про аудиофилов, про пользователей, которые любят послушать музыку, то им очень неплохо подойдут гарнитуры X-серии. Это уже наша старая модель. Она уже больше двух лет у нас присутствует в нашем ассортименте. У данной гарнитуры большой динамик 4 см. Звуковой процессор C-медиа. И, что важно, поддержка режима 96 кГц, 24 бита. Очень хорошие верха. Ну, вот такие подчеркнутые низы. То есть музыку на ней послушать, фильмы посмотреть, обучающие фильмы, естественно, посмотреть, да, вебинары – одно удовольствие. Плюс она хорошо экранирует, она закрывает ваши уши и хорошо экранирует вас от посторонних шумов. Ну, у нас есть новинка. Вот я все про гарнитуры, про гарнитуры. А у нас появилась новинка – это USB веб-камера V100. Только-только мы на нее получили сертификат. И уже к нам едет транзит. У нас всегда есть демо на тест. Приходите, возьмите на тест. Ну, а следующая коммерческая партия, по всей видимости, уже приедет в апреле-май. Простая веб-камера с фиксированным фокусным расстоянием, с разрешением Full HD. Ничего такого интересного нет. Есть два варианта крепления. Либо стандартный крокодил, либо есть винт. Можно поставить ее на штатив. Ну, у нее хороший сенсор, хорошая матрица. Я вот сравнил в видео обыкновенная камера и камера V100. Ну, у вас, наверное, на экране это не видно, но если эти картинки увеличить, то видно, что у V100 лучшая разрешающая способность. То есть, там мелкий шрифт на бумаге видно. А вот обыкновенная камера, у нее прочитать текст очень тяжело. То, что на этой бумажке показано. Но, в целом, простая, хорошая, надежная камера. Имейте в виду, она у нас есть. В том числе, мы планируем ее поставлять как бандл в комплекте со спикерфоном, либо в комплекте с наушниками. Такое персональное рабочее место, персональный бьет комплект. Ну, это, наверное, чуть попозже. В данный момент мы ввозим только камеры по отдельности. Так, следующий такой рынок, куда мы активно поставляем наши гарнитуры, это гарнитуры для нашего офиса. И здесь, конечно же, очень хорошо у нас продается DECT. Известно, что Bluetooth в офисе плохо, потому что Bluetooth, я уже говорил, создает интерференцию и работает нестабильно. Но при этом DECT работает хорошо, стабильно. Вы можете до 60 DECT устройств в одной комнате расположить, и они все будут работать на расстоянии до 150 метров. Вы можете бегать по большому офису, open space, можете ходить по разным этажам, и ваша гарнитура будет хорошо, стабильно работать. Ну, также у нас есть спикерфон. Я уже на предыдущем вебинаре про него рассказывал. Очень хорошо продается, хороший спикерфон. Он улавливает речь на расстоянии до 3 метров. Может использоваться как бьет комплект для малых переговорных, хаддлрумов. Но давайте посмотрим, что у нас поменялось в этом году, в 2024. Поменялась у нас комплектация наших гарнитур VT-9000. Дело в том, что DECT гарнитура есть с аналоговым подключением, и есть гарнитура с USB-подключением. Вот с USB-подключением ничего не поменялось, а вот с аналоговым подключением у меня часто возникали проблемы, связанные с тем, что данные гарнитуры пытаются подключить к самым разным телефонам, к Panasonic, к UniFi, к Siemens, к различным гигасетам, к совершенно разному зоопарку телефонов. Далеко не все телефоны поддерживают функцию EHS, электронный микролифт. Ну и у пользователя возникает проблема. Вот, допустим, тебе поступает входящий звонок, а ты находишься на другом этаже. Ты не можешь снять трубку, не можешь принять вызов. Или наоборот, ты ушел, убежал от своего рабочего места, тебе нужно завершить вызов, а ты не можешь это сделать. И эту проблему решает простой механический микролифт, который теперь будет всегда в комплекте. У нас еще есть на складе какое-то количество без микролифта, но в будущем мы планируем поставлять все гарнитуры серии 9000 с микролифтом механическим в комплекте. Очень удобно, можно подключить к любому бабушкиному телефону, поднимается трубка, моторчик, ну и встроенный сплиттер, встроенный в базовый блок гарнитуры. Но сейчас еще можно купить и варианты без микролифта, поэтому обращайтесь, есть и то, и другое на складе. Ну и, конечно же, отдельный сегмент товаров – это гарнитуры для премиум-класса, для руководителей из хороших, качественных отделочных материалов. И здесь очень у нас неплохо продается серия 9605D. Данная гарнитура с большими динамиками. В принципе, она выполнена в том же самом корпусе, что X208, только она без проводов, USB-донгл в комплекте. И у нее работают LED-индикаторы. Красный – значит, вы участвуете в онлайн-собрании, зеленый – вы слушаете музыку, вы свободный, вас можно потревожить, отвлечь. Ну, фиолетовый обычно мигает в момент подключения по Bluetooth, и это значит, что гарнитура сейчас не подключена, если она горит фиолетовым. У нас более 400 этих гарнитур есть на складе, можно прямо сейчас купить. Что у нас поменяется в 2024 году? Ну, я уже на предыдущих вебинарах анонсировал серию X300. X300 – это очень такая хорошая, качественная, премиальная гарнитура с беспроводной зарядкой в комплекте. Но, к сожалению, она продается, наверное, не так хорошо, как мы бы этого хотели. Продается она плохо, потому что у нее нет функции ANC, активного шумоподавления. Но не то же самое, что ENC. ANC означает, что она умеет подавать сигнал в противофазе. Вы можете слушать ее в метро, можете в шумном помещении ее одеть, и при включенном ANC вы будете слышать кристальную тишину, потому что у нее три микрофона, потому что у нее специальный звуковой процессор, который подавляет все внешние шумы. Я думаю, что постепенно мы распродадим нашу серию X300 и будем поставлять только B320. Вот она, я даже ее принес вам показать. Вот с такими вот удобными, мягкими амбушюрами, вот с таким вот мягким оголовьем, приятным материалом. Микрофон спрятан вовнутрь, то есть он не трется, не мешается, а убирается вовнутрь гарнитуры. У нее имеются LED-индикаторы, красный, зеленый, фиолетовый. И, что важно, в функции ANC есть три режима работы. Первый режим ANC-мод, это когда полностью кристально-звенящая тишина, ничего не слышно. Есть Transparency-мод, это когда ANC-мод выключен. То есть вы можете его использовать, когда вы на улице, когда вы идете по улице, чтобы вас не сбила машина, не сбил курьер на велосипеде. Третий режим, это посередине. Это между Transparency-мод и ANC-мод, когда она как бы давит шумы, но не до конца, наполовину. То есть в зависимости от условий можете использовать один из этих режимов. Я думаю, что это тоже будет бестселлер. Сейчас мы занимаемся сертификацией данной новой модели. Я думаю, что мы сертификацию должны получить ближе к осени. Но она у нас в ближайшем роудмейпе. И, наконец, последний товар, рынок, про который я хотел бы сегодня рассказать, это новая специальная Bluetooth-гарнитура для складских работников, для работы на улице, утроповочным корпусом защиты IP54 и сменными аккумуляторами. И вот такое вот зарядное устройство, в которое вставляются аккумуляторы. Два аккумулятора. Есть также отдельно, можно купить к ней зарядное устройство на 10 аккумуляторов. Ну, основной рынок использования – это складская логистика. Это склад. Она выдерживает от минус 30 градусов, то есть можно где-то на улице, можно где-то в холодильнике ее использовать. Она выдерживает падение на бетон с высоты 2 метра. И это как бы не шутка. Это действительно проходили такие тестовые испытания. Ну и что также важно, данная гарнитура имеет сменные амбишуры. Вообще, у нее есть специальный винт для фиксации микрофона. Видите, вот такой вот винтик. Его можно закрутить, и микрофон будет зафиксирован. Он не будет болтаться. Плюс, данная гарнитура, по заявлениям производителя, может крепиться на каску. Ну, я так понимаю, что есть разные варианты оголовьев к ней. Вот ее легко разобрать, снять оголовье. Есть специальные оголовья, которые для ношения с каской вместе. Данная гарнитура вполне может использоваться для складской логистики, для курьеров. Она может использоваться для ресторанов быстрого питания, для того же самого МакАвто, для обслуживания на улице клиентов. Цена на нее специальная, проектная. Поставляется под заказ. Специализированные проекты. Минимальный заказ 100 штук. Если есть такие проекты, обращайтесь. Сертификаты на нее мы все необходимые получили и готовы вам поставить под заказ. Напишите мне на почту, я вам расскажу цену и срок поставки. Ну вот, в комплект поставки стандартный входит, если вы посмотрите, два запасных амбишура, поролоновый и кожаный, две насадки оп-фильтра на микрофон, два аккумулятора, зарядное устройство, USB кабель, для того, чтобы зарядное устройство прокручить стандартную USB под зарядку. И также, что интересно, имеется специальная зарядка от прикуривателя на 12 вольт и на 24 вольта, для того, чтобы где-то на грузовике или где-то на погрузчике можно было аккумуляторы от данной гарнитуры подзарядить. Ну что ж, подходит наш вебинар к концу. Огромное спасибо за внимание. Если вопросов нет, всем огромное спасибо. Мне было приятно провести время с вами. Всем большое спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...